Две управляющие компании в Твери вывели на сторону миллиона рублей, собранных на оплату ЖКХ. Гендиректор управляющих организаций в Твери заключена под стражу на два месяца за получение незаконной прибыли на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Речь идет о домолоделец Т и ОУК «Солнечный город». В общей сложности они обслуживают 107 домов в Твери. Коммунальщики недополучили порядка 20 миллионов рублей. В пресс-службе ведомства пояснили, что представительница руководства компании выводила денежные средства на счета юридического лица. Деньги собирались ОУК «Солнечный город» в собственниках жилых помещений и предназначались для оплаты коммунальных услуг. В результате преступных действий поставщикам коммунальных ресурсов причинен имущественный вред в размере свыше 5,5 миллионов рублей, ей добавили в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве сообщили, что также проверяется ее причастность к совершению иных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. Женщина находилась в розыске по уголовным делам, возбужденным по материалам прокуратур Московского и Пролетарского районов города Твери. По факту предоставления в Управление Федеральной налоговой службы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном директоре общества с ограниченной ответственностью домовладелец Т, незаконной предпринимательской деятельности по управлению жилым фондом и получении прибыли в размере 18 миллионов рублей, выводы денежных средств собранных собственников жилых помещений многоквартирных домов, предназначенных для оплаты коммунальных услуг, оказанных ресурсоснабжающими организациями. Она помещена под стражу на два месяца по обвинению в совершении преступления, предусмотренного по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Напомним, что наш канал совместно с представителями городской думы не раз рассказывала о так называемой работе этой управляющей компании, пытаясь привлечь внимание надзорных органов к явным признакам недобросовестных действий, обслуживающей жилфонд организации. И вот спустя год, наконец-то, виновные разоблачены и получат по заслугам.